СССР Моя страна, да? Которой как будто нет, но с другой стороны она есть, и она будет всегда, потому что пока мы будем мыслить ее, пока мы будем... Для меня СССР родина, я присягу давал Союзу Советских Социалистических Республик. Важно, что идет сейчас период понимания тех вот, и осмысления тех ошибок и проблем, которые были заложены в этом проекте, которые мы не смогли преодолеть. И сейчас мы их переживаем заново, с кровью, с болью, со слезами пытаемся преодолеть. А западный мир не может нам простить до сих пор, что у нас был такой проект. Они не могут с этим смириться, потому что все достижения, которые были сделаны, и прорывы, это действительно советское чудо, начиная от экономического советского, заканчивая военным, культурным и так далее. Второй урок непосредственно связан с первым, потому что преодоление вот этих вот проблем, которые мы никак не закончим. Кстати, очень показательно, что 30 лет почти нет Союза, а ни на Западе, ни у нас в стране нет иного названия для пространства большой страны. Называется как? Постсовет? Постсоветское пространство? Потому что не мыслится еще ничего другого на этом пространстве. Это тоже очень важно. Я бы хотела сказать слова благодарности нашим ребятам, которые находятся на передовой, в том числе и мои бывшие ученики. И поздравить их, естественно, с наступающим Новым Годом. Понимаю, что там им не до елок, там другие совсем условия. Но и очень их попросить, чтобы только со счетом они возвращались, только живыми. Друзья, пожалуйста, и под салют Победы. Спасибо. Только со счетом и живыми. Со счетом и живыми? Не знаю. Вообще, мне кажется, что... Я сейчас скажу фразу, которую меня будут потом многие пинать. Но вообще жизнь сильно переоценена. А смерть? Какую смысл? Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Тем более, ну, мы же в рай попадем. То есть, поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения... Нет, не в этом смысле просто... Вы меня натолкнули на мысль, я не могу. На самом деле. Вот у меня такое ощущение, после того, как вы сказали о вот этом смерти, о том, что подумают, как, да. Ну, вот аналогия тоже для нашей всей России. Вот когда мы 30 лет жили, не глядя в будущее, вот сегодняшним днём, вот упирались в нашу экономику, там как... А сейчас у нас появилась мечта, у нас появилась... Вот на самом деле мы знаем, зачем мы живём, и это дольше, чем вот мы, да. И на самом деле страна уже глядит не вот год из года, как это было, будет там рост процента, а вот где мы будем через 10 лет, какой мир мы будем строить дальше. Это нематериальная мечта, да. Это нематериальная мечта. Абсолютно, нет, нет, это нематериальная мечта. Это высокая цель, которая... Как говорят классики, жить стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Совершенно верно. У нас, вот я вам серьезно говорю, огромное количество школьников и студентов очень плохо представляют себе карту России и карту мира, а также очень плохо представляют себе, как эта карта менялась в ходе исторических преобразований, что на самом деле закладывает в них неправильное представление о перспективах. Вот простейшее предложение. Во-первых, не издавать карты, на которых регионы России обозначены разным цветом. Друзья мои, вы таким образом закладываете... И мысль о том, что это может развалиться. Я вам серьезно говорю. Тут символический ряд очень важно прорабатывать. Второе, чтобы не было вопросов, а что мы делаем на Украине, я вот лично очень советую попытаться найти совмещение политической, географической и исторической карт. Когда вы издаете большую карту, на которой вот современная Россия, а вот граница Советского Союза, а вот граница Российской империи, а вот граница нашего влияния, Ближний Восток, там, скажем, какие-нибудь острова и так далее. Тогда с детства будет понятно, почему у нас могут быть претензии на влияние на этих землях. А когда детям начинают говорить, вот это наше государство, и оно раздроблено еще, так сказать, на сто частей, а вот это другие государства, у них совершенно другая символическая картинка. Да, это частная вещь, но это важно. А где заканчивается граница России? Нигде. Ну это вообще, а как бы, так сказать... Не, Владимир Владимирович четко сказал, нигде. Хорошо, тогда давайте, так сказать, будем делать глобус России. Вот, вот это правильная мысль.